Приветствую, друзья! После впечатляющего успеха гибридных наушников Plutus Beast в компании Kennera, видимо, решили и дальше развивать это направление, представив нам свой новый шедевр Celeste Relentless. Позируется модель на 8-мм динамике и целых шести арматурных излучателях, два из которых отвечают за средние и высокие частоты, а оставшиеся четыре чисто за самый верх диапазона. Что ж, будем сегодня с ними разбираться. Собственно, поехали! Упаковка наушников, так сказать, под стать их ценовой категории. Из интересного здесь значатся импеданс в 27 Ом и их чувствительность в 105 дБ. В комплект нам положили инструкцию, небольшой плотный бокс, фигурку жар-птицы, щёточку для ухода за наушниками, пенки и два набора силиконовых амбушюр. В принципе, нормальные насадки. Особенно мне понравились те, что с красным сердечником. Кабель же тут вообще сказка. Мало того, что он толстый, очень гибкий, со сменными штекерами сразу на 3,5 и 4,4 мм, так еще и по сопротивлению тут всего 0,9 Ом. Такой бы я даже прикупил отдельно для других моделей из своей коллекции. Сделаны чашечки из полупрозрачной гипоаллергенной смолы. С отверстием для компенсации, буртиком для удержания амбушюр и интересным таким рисунком на внешней части. Смотрятся они неплохо, сидят удобно, да и к изоляции с хорошо подобранными насадками никаких вопросов нет. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас довольно быстрый по скорости затухания импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике достигающие 1,42 процента, что немного, но превышает норму. С фазой все в порядке, а возмущения на 30 и 60 дБ вы можете изучить на графиках водопадов. Да, на самом верху здесь имеются нюансы. По АЧХ же низкие частоты приподняты на 12 дБ с пологим таким заходом на середину. Чуть менее выраженное выделение области разборчивости, почти идеально ровная полочка до 15,5 кГц и нечто непонятное на самом верху со вполне объяснимыми пиками на 8 и 12,5 кГц. Да, зря их так сильно выделили, но ничего такого уж криминального в том нет. Меня больше беспокоит толщина кривой, что показывает эдакое дрожание на данном отрезке частот. Напомню, что там трудится целых 4 кастомных арматурных излучателя 10012. То есть все нормально, но так сказать не идеально. Амбушюры, как видите, никаких изменений в характер АЧХ не привносят. Настройка, в принципе, логичная, однако по имеющимся акцентам отличается даже от вариации кривой диффузного поля в Mondrop Starfield 2. Звучат же наушники с приятным чуть теплым смягчением, ощутимой низкочастотной составляющей, протяженными верхами и немного выдвинутым вперед вокалом. Относительно нюансов, бас заходит достаточно глубоко, он собранный и в меру текстурный, серединка весомая, эмоциональная, с неплохим разрешением, вовлечением и динамикой. А вот на высоких частотах чувствуется небольшой акцент, что чуточку насмещает баланс в светлую сторону. Хотя, как было видно по АЧХ, бас это прекрасно компенсирует. То есть звучит все полно, гармонично, чем-то схоже с любимыми мною T-Audio Hype 2. Которые, конечно, значительно спокойнее и ровнее. А вот по уровню они, так сказать, не сильно отстают. То есть звучат куда дороже, чем стоят. Я бы поставил их в один ряд с моделями за 200-250 долларов. Сами они стоят 145. Сильно в прорисовку и разделение инструментов они, на мой взгляд, не уходят, но и не такие мутные, как зигат Синкатрес. Слушать их действительно интересно, хотя и не исключаем на высоких тут немного неестественный такой металлический призвук, чем-то схожий с планарным. Выразительная же артикуляция и мелодика на высоте. До Tenzoneza им, как ни крути, очень далеко. Но в целом, если сравнивать лишь с одноклассниками, то это настоящий шедевр. Я и сам от них буквально не мог оторваться. Звук собранный, комфортный, со слегка оттененной серединкой, однако в то же время довольно экспрессивный, драйвовый и, так сказать, певучий. По стилистике они прекрасно справляются с роком, разнообразной академической и джазовой музыкой, небольшим оркестром и естественным металлом. Да, последние с некоторыми оговорками, не любят они пороговые значения громкости, а следовательно, нужно позаботиться, чтобы мощность у источника была с запасом. В остальном же это просто превосходные наушники для ценителей всего музыкального и эмоционального. Особенно хочется отметить их в сочетании с ламповым предусилителем. Сочность тогда чуть ли не зашкаливает. Так что с новеньким X2 MH02 я, друзья, прямо поплыл. Маленькая такая машинка, а Relentless с ними, как говорится, дает жару. При этом с различными мобильными ЦАПами они тоже вполне неплохо звучат. Впрочем, я бы рассматривал их только со всякими музыкальными источниками. Согласен, с нейтральными и техничными решениями они тоже показывают класс, но потенциал у них ближе к мелодике, чем к аналитичности. Итогом наушники Celestra Relentless от компании Kennera смотрятся на уровне флагмана. Прекрасно сидят сразу на балансном штыкере 4,4 мм с превосходной настройкой и прямо-таки с зачетными низкими частотами. Сочленение динамика с остальными излучателями происходит бесшовно, отчего на слух и не скажешь, где именно происходит граница с арматурными 29689. По характеру же это довольно чистое подробное звучание с чуть оттененной серединой и немного подсвеченными верхами. Основной упор же здесь сделан на весомые и в меру объемные тембры, вовлечение в материал и ту самую эмоциональную составляющую. Меня же они прямо-таки зацепили в совокупности с лампой. Так от них вообще не оторваться. Ну и достойно они себя показали на стационарной связке от SMSL. В целом потрясающие наушники для тех, кто приветствует музыкальность и певучесть, но и не гнушается динамикой и приличным разрешением. В недостатки могу отнести лишь легкий призвук на высоких частотах. В остальном прекрасные за свою цену наушники я бы их даже отнес в сегмент подороже. А на этом у меня все. Это была модель Celeste Relentless. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра!